Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua Перед вами новый смартфон THL V200S Я думаю, все эту модель ждали Так как модель нашумела на 4-ядерном процессоре MTK6589T Вот этот смартфон Вот такая вот коробка Давайте быстренько рассмотрим его комплектацию Здесь стандартно есть вот такой вот Пластиковый бампер, он очень удобный Но плохо, что синенький Бывают и другие цвета Также в комплекте оригинальная пленка Одна пленка уже наклеена на экран непосредственно Вот пузырьки видны Вторая пленка идет в комплекте Есть зарядка, USB кабель и гарнитура вакуумная Гарнитуры, кстати, у THL хорошего качества Нормально эти наушники играют Что касается самого смартфона Внешне он такой, какой был, такой он и остался Здесь 5 дюймов дисплей Очень тоненький, очень аккуратный Итак, что же есть у нас спереди? Спереди у нас есть 3 сенсорных кнопки Которые, кстати, немножко подсвечиваются Но очень-очень-очень так слабо Меню домой-назад Сверху у нас есть динамик Датчик освещения приближения По заявлениям от производителя Фронтальная камера здесь на 13 мегапикселей Об этом чуть позже расскажу С этой грани есть качелька громкости Вверх-вниз Сверху разъем под наушники И microUSB разъем Кнопка включения-выключения На стандартном, удобном для меня месте Снизу есть выемка для открытия крышки Крышку пока не открываем Сзади у нас пластик Логотип THL 8 мегапикселей камера Вспышка, вспышка мне, кстати, понравилась Камера у нас по Antutu Показывает тоже 13 мегапикселей И решетка под динамик Теперь открываем крышку И я рад Вам сообщить такую новость Что производитель Немножко улучшил аккумуляторы Аккумулятор вместо 1800 мАч Сегодня, сейчас здесь 2000 мАч Видите, вы стандартные Две большие симки И слот под microSD карточку По качеству сборки Нареканий я сказать никаких не могу Смартфон классно лежит в руке Корпус закрывается тоже идеально Все в этом плане хорошо Никаких люфтов Никаких щелочек тут нету На перегиб Он довольно-таки монолитный Не хрустит, не трещит То есть, ну по качеству сборки Нареканий у меня абсолютно никаких нет И очень-очень тоненький Очень такой изящный и легкий Выпускается эта модель Как в черном, так и в белом цвете Но черные пользуются Большим спросом Большей популярностью Начать обзор можно, как всегда С технических характеристик С программки Antutu Хочу сказать следующее Набирает эта модель Примерно 25-26 тысяч баллов Сразу же продемонстрирую вам Два моих теста Первый тест 25-621 Второй тест 26-376 Разница в том, что я отключал Галочку в батарее Которая отвечает за энергосбережение И за работу центрального процессора То есть, на данной прошивке Вроде бы как Эти все режимы работают Итак, THL V200S 4.2.2 Android Восьмиядерный MT6592 Графический ускоритель Mali-450 Здесь HD разрешение Производитель решил Не ставить сюда Full HD Я думаю, это правильно Потому что модель такая живая Хорошо, быстро работает Задняя камера на 13 Мп Вот как вы видите в Antutu По памяти Здесь производитель оставил 1 гиг оперативной памяти И увеличил с 8 до 32 встроенную память Я вам хочу сказать так Что этого объема Вполне хватает Для нормальной работы Без подключения Карты памяти То есть, по желанию Уже люди, которые там хотят Базу данных у себя На телефоне держать Могут карточкой памяти пользоваться Процессор восьмиядерный Частота Тактовая частота работы 1,664 МГц Как вы видите И задняя, и фронтальная камера И 13 Мп Это немножко бред Об этом чуть позже расскажу Есть самые разнообразные датчики Давайте посмотрим Количество точек касания Здесь 10 точек касания И это очень хорошо Для этой модели И что касается датчиков Здесь есть GPS Wi-Fi Bluetooth Датчик освещения Датчик приближения Так Есть вспышка Хорошая вспышка Нету гироскопа У этой модели Также у этого смартфона Нет технологии NFC Зато есть ОТГ поддержка Можно подключить флешку Мышку, клавиатуру И быстренько продемонстрирую вам Внешний накопитель И все, поехали По поводу прошивки Прошивка здесь стандартная Заводская Мы ничего не трогаем Не меняем Она 4.2.2 версии Вот она Я в процессе работы В процессе тестов Я не замечал Ни отваливания Wi-Fi Ни каких-то глюков Багов Зависаний Подтупливаний Смартфон работает четко Быстро Хорошо То есть Никаких нареканий Я сказать не могу Все на русском языке Китайского Английского софта Вы здесь не увидите Стандартный Самый-самый простой Android Есть все необходимые Меню и так далее Что касается экрана Экран здесь Как и раньше Очень хорош Давайте сразу же Продемонстрирую вам Запас яркости Это у меня Половинка яркости Это минимальная яркость Даже вот так А это вот Максимальный уровень яркости То есть экран Действительно классный Здесь IPS Матрица И собран экран По технологии OGS Ставим яркость На середину И продолжаем Что касается Производительности Что касается Синтетических тестов В этом смартфоне Я делал тесты Делал скриншоты Я вам показывал 26-25 тысяч баллов В Antutu Я вам продемонстрирую Также 66-25 Это тест 3D Mark Хочу сказать Что Топовое железо У смартфона Я не замечал Что мне не хватает Одного гига Оперативной памяти Все современные игрушки Запускаются Летают То есть нареканий У меня никаких В этом плане не было Смотрим Современные игры Смотрим Продолжение следует В целом Как по мне Игрушки запускаются Нормальные Единственное Что GTA San Andreas Немножко подлагивает Но в принципе Эта игрушка Может лагать И на Snapdragon 600 И на Snapdragon 800 Поэтому Бюджетник MTK Вполне классно С ней справляется Тем более На модели THL V200S Что касается Экрана Я начал об этом Говорить И не договорил Здесь матрица IPS Здесь OGS Технология Нет воздушной Прослойки Давайте Продемонстрирую Вам Картинки Картинки Экран Действительно Яркий Сочный Цветопередача Хорошая Очень классная Как по мне Углы обзора И что хорошо Что картинка Не преломляется Даже по диагонали У смартфона То есть Это действительно Классно Потому что Во многих Флагманах В том же Zopo 990 Ну вот Да Черный цвет Немножко Меняется Вот Под этим углом Но цвета Не уходят В негатив Это 100% Это однозначно Поэтому за экран Огромное спасибо Производителю Действительно Экран очень хороший Так Тестировал я еще Звук Что касается Звука Я был немножко Расстроен Мне не понравилось Как звучит Звук В наушниках Он вроде бы Нормальный Но Довольно таки Громкий Но не хватает Какой-то вот Мощности звука Не хватает Басов Как по мне И такой Пресненький звук Внешний динамик Нормальный Громкий Довольно таки Ушные динамики И микрофон При разговоре Без никаких нареканий Там качество Отличное Там все Классно Что касается GPS GPS я Как всегда Тестирую И готов Вам это Продемонстрировать Вот такой вот Результат У меня В GPS Тесте Ловит Быстро Как бы Я в помещении Никаких нареканий То есть С EPO Картами С Wi-Fi Естественно На горячую Но я думаю На улице Тоже никаких проблем Не будет Особого внимания Заслуживает Аккумулятор Как я уже говорил Здесь 2000 мАч Производитель Увеличил С 1800 До 2000 И не зря Так как Это действительно Того стоило И плюс Я так понимаю Прошивка Нормальная Нормально оптимизирована Под работу С этим процессором 500 баллов В Antutu Тестере Это для восьмиядерника Это классный результат Действительно Больше у меня показывал Только наверное 990 плюс И S939 Это был Lenovo На деле Что мы имеем Мы имеем 2 часа 47 минут При максимальной яркости Это игра И 3 часа Даже 4 часа 5 минут Это при воспроизведении Видео Я в каждом обзоре Говорю Вот 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 этих вот Показателях Что я тестирую Видео Что я тестирую Игру Я хочу немножко Расширить И объяснить Что же именно Я тестирую Я тестирую Всегда Full HD Видео То есть Самое тяжелое Видео Которое только Можно придумать На данный момент В плане для смартфонов Чтобы он его воспроизвел На максимальной яркости Если вы возьмете Какое-то видео Там Фильм какой-то На 700 мегабайт Или на 1.4 гига То есть Стандартные Самые минимальные Сейчас Размеры Обращаю ваше внимание Что здесь Не нужно закачивать На этот смартфон 20 гиговые фильмы Вы не получите Никакой разницы В качестве И вот такие фильмы Которые будут 700 или 1.4 гига Весить Они будут Не 4 часа играть Плюс можно яркость Приглушить Они будут играть 6 часов 8 часов Это действительно так Также По поводу игры Я ставлю Epic Citadel На максимальную яркость На максимальную графику И Когда смартфон у меня Тестируется Он сзади Просто раскаленный То есть Процессор работает На максимум И вот эти 2 часа 47 минут Это только При режиме Самых максимальных Нагрузок Если играть В какую-то игру Попроще Там играть В какую-то Флэш игру Или даже В тот же Dead Trigger 2 Или Какие-то Такие игры Которые Чуть-чуть Проще Сразу же Аккумулятор Работает Гораздо Дольше И Вы увидите Не вот эти 3 часа Вы увидите 4-5 часов Все в зависимости От нагрузки То есть Это я вам Демонстрирую Самые максимальные Самые Скажем так Экстренные Такие режимы Поэтому За аккумулятор Тоже Однозначно Плюс Мне Это тоже Понравилось В этом смартфоне Что касается Камеры Если Помните Если Смотрели Тот обзор Который Я делал Тогда Когда Это был V200 Без буковки S Камера Это была Такая часть Смартфона Из негативных Сторон То есть Модель Имела Такую Посредственную Камеру Сейчас Я считаю Что Во-первых Во-первых В настройках Можно Устанавливать Действительно 13 мегапикселей То что Задняя Камера Основная Вот эта Камера Она Действительно Такая Я в это Верю Потому что Я делал Фотографии Мне нравится Качество Фото Я эти Все Фотки И видео Выложу Посмотрите И убедитесь В этом То что 13 мегапиксельная Камера Фронтальная Это Бред Это Не так Она Без Автофокуса Качество У нее Очень Средненькое Вот я Делал Фотку Фронтальной Камерой Ну то есть Качество Никакое Для каких-то Мелких Деталей Для макросъемки Только для связи В скайпе Видео записывает В формате Full HD Само собой Как вы видите Вот сдалека Я фоткал Все четко Видно На вывеске Там что-то Мебловый Какой-то Магазин У нас Там Во дворе В АТБ Макросъемка Валюты Все детали То есть Камера Действительно Мне Серьезно Говорю Мне камера Понравилась Однозначно Производитель Улучшил и камеру И вот Фотку я делал В полной темноте То есть Это я проверял Вспышку Да Расстояние Небольшое Однако Вспышка Светит Она светит Хорошо И с этим Всем Автофокус Также отрабатывает В этих режимах На отлично Камера Мне тоже Понравилась Буду Подводить итог Я Рассмотрел Все Со всех сторон Вам Тиачел В200С Я вам скажу Так Серьезно Это одна Из самых Наиболее Понравившихся Моделей Мне Объясняю Почему Потому что Здесь нет Каких-то Явно Выраженных Негативных Сторон Здесь Топовый Процессор Под него Нормально Заточен Аккумулятор То есть Аккумулятор Работает Не так Как у 998 Или у 980 Плюс Что там 400 380 Баллов В антуту Тестере Здесь 500 Честных Баллов При этом Держит Аккумулятор Так же Хорошо Мне это Понравилось Это Один из Самых Таких Важных И спорных Моментов В процессорах МТК 6592 Восьмиядерных Прожорливых У меня Не возникает Никаких Нареканий В плане Прошивки GPS Подключается Wi-Fi Не отваливается Смартфон Не зависает Прошивка Русифицирована То есть Смартфон В этом Плане Классный Производитель Улучшил Аккумулятор Производитель Улучшил Камеру Камера Действительно Стала лучше Снимать Фронтальная Камера Слабенькая Я даже Не знаю Сколько там Честных Мегапикселей Может быть 2 Может быть 5 Ну Там Действительно Никаких 13 Нет Это Только Интерполяция Поэтому Но Камера В принципе Тоже Нормальная Экран Экран Тоже Шикарный Я не считаю Что HD Разрешение Это Минус Этого Смартфона Хотя Может быть Сейчас Уже Когда Вышла Эта Платформа Восьмиядерная Может быть Да Может быть Именно Этот Момент Один Единственный Можно Отнести Как К минусам Потому Что Уже Восьмиядерные В эту Модель Производитель Нам предлагает Очень Вкусную Цену Аналогов Цен На Восьмиядерные Модели Сейчас На рынке Нет Этот Смартфон В Украине Где-то Будет Стоить Где-то В районе 210 220 Долларов В Украине Из наличия Из гарантии То есть Не из Китая Не под заказ То есть Это Действительно Классная Цена За Действительно Классный Смартфон Я считаю Что это Будет Хит Продаж Мне смартфон Очень понравился Я честно Я не могу Выделить Каких-то Негативных Сторон И комплект Полный Хороший И пленка И бампер Есть И гарнитура Вакуумная То есть Ну действительно Мне смартфон Понравился Один из лучших На данный момент Которые Я держал В руках Из восьмиядерных Платформ МТК 6592 И С очень Интересной Ценой На этом Все Спасибо за Внимание Ставьте лайки Кому понравилось Кому не понравилось Комментируйте Говорите Что я сказал Не так Буду читать Буду исправляться Всего доброго Спасибо за субтитры